Да, Галь, слушай, такой вопрос, скажи, пожалуйста, вот там многие разговаривают, знаешь, и считают, короче, вот эта вот, ну, грань, знаешь, там, ну, приезжают ребята, раздависимо, говорят, я там только нюхал, я не кололся, знаешь, там, как ты считаешь, ну, это сильно меняет дело, когда человек просто нюхает курить, там, например, или уже употребляет внутривенно на пыльке? Да нет, конечно, ну, во-первых, никто не скучает, что одно приведет к другому, такая тоненькая, во-вторых, ну, да нет, я что, когда нюхала, была наркоманкой, и что, когда колодца начала, была практически тем же самым человеком, ну, конечно, нет, не имеет никакого значения. Слышь, а ты помнишь свою первую полку? Да. Страшно было? Нет. Не страшно? Я говорю, это было так, как легко происходит, когда ты находишься в наркотическом объявлении, ну, ты понюхала, там, солей покурили, еще чего, все, все чувства, они притупляются, чувства страха, тем более, поэтому, полула себя в счастливой костюм. Ну, даже не мандражировал, сразу руку протянул, сказал, давай. Я боялась укола больше, из-за этого не мандражировала, как бы, неприятные ощущения, а там. Ну, скажи, после того, как внутривенно начала потреблять, потом продолжала нюхать, и уже все, тогда внутривенно началось. Все, все остальное просто отошло на второй план. Ага, кископом внутривенно продолжалось? Год. А, год, продолжалось. Год на ежедневно. Перед реабилитацией уже, да? Я суда в голову не стою, год ежедневно я укололась. И вот за последний год ты была в дурдоме, правильно, насколько я понимаю? Нет, это было, как раз таки, после первого укола, это было пять лет назад, где-то шесть, может, семь даже. Вот тогда я укололась, мы кололись, 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 в общем, и я попала в укол. В дом, потом, после этого я не кололась и солью употребляла, года четыре, но потом все равно пришла к солям в результате. Ага, то есть ты накололась первого раза так, что попала в дурдом? Да. А что ты исполнила еще раз напомню, чтобы забыла? Да, господи, ну, мы много, в общем, кололись, там, не знаю, три-четыре, понемногу, ну, прям очень много, в общем, нет, это вот граница, вот ее, ну, где было понятно, в общем, в каком состоянии я нахожусь, там, фенозепан, потом поставила это уколы, чтобы уснуть, в общем, так и не уснула, потом и сверху еще пололись, потом водку начали пить, и, короче, все, как это мне просто снесло, короче, голову. Как это произошло, это такое снесло, голову? Да, ну, все, чувак этот ушел, с которым мы употребляли из квартиры, ну, а, ну, все, я там просто, вот, сумасшествие ушло. Ну, как дурдом, откуда дурдом появился, ты сама вызвала, или как? Да, я сама вызвала. А, сказал, привет, я гоню. Я дома осталась, и все, ко мне тут же все соседи пришли, как мне казалось, толпа соседей с камерами, все, они обжуждают, я забилась под кроватью, клик. А, ты под кроватью завеселила? Да, да. Да, под кроватью завеселила, потом меня выключила, видимо, минут на 10, на сколько-то, я чуть-чуть попришла в себя, то есть, чтобы было прям шокирующего состояния не было, но все равно были видения, я уже начала общаться с этими соседями, там, что-то, это. А эти, когда врачи санитары в рехоньке заломали, или ты сама поехала? Да, я сама пришла. Слышно, а когда... Я же все понимаю, как бы, у меня там была осознанность, я натоманка, что я, как бы, мне нужно ехать, ну, что, переехали, значит, нужно ехать, что операция-то уже. Слышь, а когда в дурдоме себя пришла, офигела или нет? Нет. Нет? Ну, норма, что ли, была в дурдоме, раз? Да, блин, ничего меня не шокировало, тут есть понимание, что, ну, кажется, у каждого, кто употребляет, должно быть понимание, что за теми или иными действиями следуют последствия. Слышь, ну, подожди, ну, вот когда попадаешь в дурдоме, это же, об этом узнают там родные, вот это, самостоятельно, ты офигела, когда родные узнают, что ты в дурдоме? Там паска, он сейчас уедет просто, он меня ждет. Да я не помню, я с мамой разговаривала под галоперидолом, в общем, уже когда была на вязках, потом я куда очухалась, уже в себя пришла, мама со мной так нормально по телефону поговорила, даже не знаю, ну, что я там под галоперидолом наговорила, в общем, она как-то нормально восприняла, поддержала меня. Хорошо, спасибо. Спасибо.